Всем привет! С вами Шуша Ник, автор блога usadvise.ru. Все про США. Этот выпуск первый в этом году, в 2013. Поэтому хочу всех поздравить с прошедшими праздниками и с Рождеством. И сегодня я поговорю об одном из самых часто задаваемых вопросов. Не только мне, а, наверное, вообще в интернете, на форумах, в блогах и так далее. О поиске квартиры в США, об аренде квартиры, о ценах и так далее. И, как вы видите, сегодня я за кадром, потому что я хочу показать всем, как самому найти эту информацию, в общем, как найти квартиру, в общем-то, и как посмотреть, сколько стоят квартиры в городах, которые вас интересуют. В этом видео я расскажу о том, как искать квартиры участников. И позже я сделаю видео про апартмент-комплексы. И затем еще сделаю одно видео для тех, у кого есть дети, кому важно школы, чтобы были хорошие, как найти информацию об этом. Но в этом видео давайте сосредоточимся на поиске квартиры участника и на том, как узнать, сколько стоят квартиры в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Чикаго и так далее. Для этого есть очень прекрасный веб-сайт, называется Craiglist. Поэтому мы сейчас перейдем туда. И тут он почему-то у меня сразу автоматически открылся на Лос-Анджелесе, непонятно почему. Обычно он автоматически открывается на том регионе, где вы живете. Ну, если вы живете за границей, тогда откроется общий сайт. Ну, давайте ради примера я поищу квартиру в Нью-Йорке. Поэтому давайте мы тут напишем Нью-Йорк. И после того, как вы выберете город или регион, где вы хотите посмотреть цены, посмотреть квартиры, вам надо будет зайти, нажать вот сюда, Apartments Housing. Сразу пройдусь немного, пару пунктов, которые здесь есть в пункте Housing, потому что, возможно, кому-то это надо будет. Но Apartments Housing – это то, чем мы сейчас сегодня займемся. Room Shared – это может быть тоже кому-то надо, кто будет искать комнату, то есть комнату с roommate. И Sublets – это когда человек, который снимает квартиру, куда-то переезжает и сдает вот эту квартиру, которую он снимает другому человеку. Ну, мы сегодня будем смотреть Apartments, поэтому кликаем сюда. И тут вот можно выбрать, что мы хотим посмотреть. Значит, он говорит нам All Apartments – все квартиры, в которые включают Buy Owner, то есть те, в которые сам владелец пишет объявление, No Fee Broker – Fee Broker, то есть или с брокером. Это как бы бесплатный брокер, это плата. Но я, честно говоря, не особо люблю смотреть через брокеров, поэтому давайте зайдем просто «Buy Owner Apartments Only». Это объявления, которые пишутся владельцами этих квартир и домов. Ну, и здесь уже можно приблизительно увидеть цены. Вот тут вот можно выбрать разные регионы города. То есть в нашем случае это Нью-Йорк, вот All New York, он сейчас показывает нам все. Если вы собираетесь переезжать, то вы должны изучить районы того города, куда вы собираетесь переезжать. Для этого есть очень прекрасный форум City Data. Для этого есть прекрасные форумы на русском языке, такие, как говорим про US, улитка. Поэтому сделайте свое домашнее задание и поймите, в какой район города вы хотели бы или в какие районы. И потом можно тут вот будет выбирать. Давайте предположим, что мы хотим найти квартиру, например, на Манхэттене, посмотреть, какие там цены. Кликаем «Манхэттен», выбираем, сколько нам нужно бедрумов. Значит, бедрумы – это спальни. То есть 0 бедрумов – это значит, что это однокомнатная квартира. По-русски это однокомнатная, в Америке ее называют студию. То есть там это только гостиная. Ванн бедрум – это когда две комнаты, то есть гостиная и спальня. Ну, предположим, посмотрим ванн бедрум квартиру. И вы можете ввести минимальный-максимальный рент. Вы можете отметить, если у вас есть домашние животные, потому что некоторые не разрешают домашних животных. Вы можете отметить, чтобы была картинка. Ну, и вот давайте посмотрим ванн бедрум квартиры на Манхэттене. Ну, вот цены – 3195, 2450, 2700. То есть вот приблизительно цены двухкомнатных квартир на Манхэттене. Ну, и опять же, Манхэттен тоже большой. То есть тут, смотрите, в скобочках пишут районы Манхэттена. То есть Union Square, Upper East Side и так далее. Ну, приблизительные цены вы видите, начиная где-то с 2500 в среднем и выше. Теперь, например, вы выбрали, например, какую-то квартиру, которая вам более или менее подходит. Например, вот эта. А, это двухбедрумная даже квартира. Вы можете зайти, посмотреть, если есть фотографии. И дальше вы можете позвонить. Тут есть телефон, договориться, чтобы посмотреть эту квартиру. В общем-то, когда ищется квартира, то так и делается. Вы выписываете все подходящие варианты, вы звоните. И крайлист очень удобен тем, что, в принципе, если вы переезжаете, например, в Америку, вы знаете, что, например, через неделю вы уже будете там, вы можете еще из дома позвонить, договориться с несколькими людьми, посмотреть квартиры. И, в общем-то, можно очень быстро найти таким образом квартиру. Если вы посмотрите в первую неделю там 30-40 квартир, то обязательно найдется какая-то подходящая. Ну, ради интереса для тех, кого интересуют цены, давайте посмотрим, например, в Бруклине квартиры. Когда вы выбираете одно бедрум, он показывает как бы один бедрум и больше, и выше. Если у вас есть какой-то максимальный бюджет, вот вы не можете, например, платить больше, чем 1500 в месяц, то вы можете его ввести сюда, и он урежет все варианты, которые вам подходят. И, опять же, если вы знаете район, в котором вы хотите, Бруклина, например, то вы можете его написать сюда. Например, к примеру, давайте напишем Шипшет Бэй. И вот тут он высветит вам все квартиры в Шипшет Бэй, которые больше одного бедрума и которые стоят 1500 и ниже. Вот они здесь. То есть, таким образом, можно найти квартиру в любом городе, посмотреть цены, посмотреть квартиры, как они выглядят, и посмотреть, сколько будет стоить квартира, которая вам нужна. Потому что обычно, когда задают вопрос, сколько стоит квартира в Нью-Йорке, на него ответить невозможно, потому что, как вы видите, цены абсолютно разные. И квартиры абсолютно разные, и районы абсолютно разные и так далее. Поэтому я надеюсь, что это видео поможет всем, кого интересуют эти вопросы, найти на них ответ. На этом все. Я следующее мое видео сделаю по апартмент-комплексам. На видео вы видите линки. Я писала статьи о аренде квартиры в США. Пожалуйста, кликните, если вам интересна эта тема, почитайте. Там я более подробно писала вообще о том, как это происходит, о процессе. На этом я закончу это видео. Всем спасибо. Если вам оно понравилось, пожалуйста, кликайте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была Шуша Ник, автор блога usadvise.ru. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok